Большинство свалок на нашей планете – это дурно пахнущие и медленно разлагающиеся горы мусора и отходы. Тем не менее, в мире существуют совершенно иные, уникальные свалки, которые в каком-то смысле можно даже назвать произведениями искусства и достопримечательностями. От крупнейшей свалки легендарных британских телефонных будок до последнего пристанища кораблей. С вами Топ Хайп и сегодня мы расскажем вам о шести самых невероятных свалках в мире. Ну и перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео завтра. Ну а теперь погнали. Великая свалка шин. Во многих европейских странах по закону запрещено выбрасывать изношенные шины. Однако, что же с ними делать, если количество использованной автомобильной обуви? В одной лишь Великобритании ежегодно составляет около 55 миллионов. Евросоюз нашел выход, было решено отправлять старые шины на переработку. Так ежегодно около 480 тысяч тонн использованных шин обретает новую жизнь. Однако не во всем мире поступают подобным же образом. Например, в Кувейте старые шины хранятся недалеко от города Сулайби. На эту свалку долгое время свозили автомобильные покрышки даже из соседних стран, и ямы для мусора быстро заполнились. Сегодня на этой свалке более 7 миллионов шин. Однако, куда более, огромная свалка старых шин находится в США. История создания этой уникальной свалки не менее удивительна, чем она сама. В середине прошлого столетия некий американец по имени Эд Филбин решил, что рано или поздно старые покрышки будут стоить серьезных денег, и принялся их коррекционировать. Примерно за 30 лет он собрал около 42 миллионов старых шин. Все они валялись в одной большой куче недалеко от пятого шоссе в Калифорнии. В конце 80-х то ли Филбин устал ждать, то ли понял, что его старые покрышки – это не черное золото, а просто хлам. Но так или иначе он продал свои 42 миллиона шин неким частным компаниям, которые построили рядом небольшое предприятие по превращению старой резины в новую электроэнергию. Вот тут-то проект и привлек внимание властей. Им якобы не понравилось, что завод начал активно сжечь резину, выбрасывая невероятное количество дыма и загрязняя воздух. Их беспокойство также вызвало тот факт, что свалка шин была неупорядочена, и любой пожар на ней грозил обернуться серьезными проблемами. Так и вышло. В конце 1989 года в свалку ударила молния, и начался пожар. Шины горели месяц, и никто ничего с ними не мог поделать. Пожарные просто не справлялись с огнем. В конечном итоге миллионы покрышек просто сгорели, так и не превратившись в электроэнергию. Любопытно, что, несмотря на такой печальный опыт, Филбин рискнул возобновить прием старых шин, но власти быстро пресекли его поползновения, вчинив ему несколько судебных исков. Авиационный некрополь. Куда же девать старую военно-воздушную технику? Этот вопрос Америка решила просто. Нужно спрятать ее в пустыне. Кладбище военных и гражданских самолетов в Аризоне претендует на звание самого большого авиационного некрополя в мире. Его площадь составляет более 6500 гектар, и на этой территории медленно разрушаются 40 различных аппаратов космического назначения, а также свыше 4000 самолетов. Место для крупнейшего в США парка ненужной авиатехники было выбрано не случайно. Во-первых, сухой климат препятствует коррозии металла. А во-вторых, твердый почвенный слой позволяет размещать воздушные суда прямо на земле, а не на асфальтированных площадках, что дешевле. Официально авиабаза именуется 309-я группа по обслуживанию и ремонту аэрокосмического оборудования. Появилась она сразу после Второй мировой войны как своеобразный музей-хранилище. Некоторые самолеты действительно находятся под опекой национальных музеев, а остальную технику разбирают на детали, уничтожают или продают другим странам. Интересно, что на такой авиабазе есть и такие военные самолеты, которые могут быть снова введены в эксплуатацию. Например, за последние 25 лет примерно одна пятая часть самолетов, находящихся на кладбище авиационной техники, вновь поднялись в небо. По оценкам специалистов, общая стоимость всех объектов, находящихся на аризонском кладбище, оценивается примерно в 35 миллионов долларов. Последнее пристанище кораблей. Вы когда-нибудь задумывались, куда деваются корабли, когда истекает срок их службы? Каждый год в мире списывают около тысячи крупных океанских судов, и лишь небольшую часть из них утилизируют по всем правилам безопасности. Большую часть кораблей с истекшим сроком эксплуатации отправляют умирать в Бангладеш, Индию или Пакистан. В городе Аланг на западе Индии находится самое большое в мире кладбище кораблей, где 10 километров побережья забалены металлоломом, который еще недавно бороздил простор океанов. Говорят, что это место видно даже из космоса. Локацию выбрали очень удачную. Местные власти практически не контролируют уровень загрязненности окружающей среды. Судовладельцам хорошо, им не надо платить за утилизацию отслуживших своих кораблей. Ну а для местных жителей эти суда являются единственным, хоть и мизерным источником заработка. С них тащат все, что только можно, включая и элементы обшивки. При этом корабли они потрошат исключительно вручную, используя самые примитивные инструменты вроде кувалды и болгарки. Никакой техники безопасности, речь не идет. Ежегодно на свалке от несчастных случаев гибнут десятки людей. Но кого остановит подобный риск, когда есть возможность заработать? Власти делают вид, что им эта свалка не нравится, но за взятку на берегу и по сей день можно оставить буквально любой корабль и в любом состоянии. Похожая ситуация на полуострове Рас-Нуадибу, где находится город Нуадибу, второй по величине в Мавритании. Некогда он процветал за счет рыболовного промысла. Однако впоследствии этот бизнес пришел в упадок, и государство занялось добычей железной руды. Корабли, в свою очередь, были брошены в порту. Более того, на протяжении последних 30 лет сюда также свозились корабли из Африки и Европы. Сегодня здесь ржавеет более 300 кораблей. Однако есть и хорошая новость. Недавно Евросоюз заявил о намерении финансировать программу по расчистке, залива от ржавых кораблей и их переработке. Кладбище паровозов. Недалеко от боливийской достопримечательности Саланчанка, Уюни, находится не менее популярное место, которое называется Семетерио де Тренес. Это кладбище паровозов. Напоминает о когда-то оживленной железнодорожной магистрали, которая проходила через Уюни. Строительство железной дороги началось в 1888 году, а когда закончилось, она стала важным коридором между Андами и Тихоокеанскими портами. Однако в 1940-х годах железной дорогой перестали пользоваться. Дело в том, что железная дорога, проходящая через Уюни, была узкоспециализирована. Ее использовали только горнодобывающие компании для перевозки природных ископаемых. Но, как оказалось, запасы руды не бесконечны. В 40-х годах XX века они истощились, и транспортировать стало больше нечего. Потребность в железнодорожных ветках отпала, а Уюни постепенно пришел в упадок. Ненужными стали и паровозы с вагонами, которых отбуксировали за город и бросили ржаветь под открытым небом. Так и появилось кладбище старых поездов. По сей день здешние паровозы продолжают медленно разрушаться под воздействием палящего солнца и дождя. Но самая крупная свалка старых поездов находится в Индонезии. Ранее станция Бувакарта была очень оживленным местом. Сюда прибывали, и отсюда отправлялись десятки пригородных электричек. Поезда курсировали по железным дорогам, ведущим в столицу Индонезии, в Джакарту. В настоящее же время здесь находится склад уже неработающих поездов. Особый постакалиптический колорит этому месту придают массивные склады. Поезда кладут один на другой, создавая высокие колонны. Эти электрички были созданы в 70-80-х годах прошлого столетия. Для Индонезии поезда того же периода являются уже устаревшими. Хотя в странах СНГ даже сейчас можно встретить электрички и более поздного периода. Свалка легендарных телефонных будок. В город Ньюарк в графстве Нотингемшир. Со всей Великобритании свозят ржавые сломанные таксофоны. На складе компании X2 Connect, специализирующейся на телекоммуникациях, находится более 150 телефонных будок. Среди экспонатов встречаются даже раритетные 85-летние образцы. Легендарные красные телефонные будки, ставшие в некотором роде неотъемлемым символом Великобритании, здесь можно найти в избытке. Побитые, ржавые, шелушащиеся они выстояли долгую жизнь под солнцем, дождем, ветром и снегом. Иногда по 30 лет без ремонта. В некоторые из них пробиваются сорняки сквозь оконные рамы. Длинные ряды списанных телефонных будок ждут своей участи в ремонтном дворе. Через несколько недель, а может и лет, они воскреснут для новой жизни. Возможно, за границей, но более вероятно, в британских садах. Если будка подлежит ремонту, ее реставрируют и перепродают. А желающих приобрести такой кусочек в Великобритании много. В листе ожидания находится более 500 человек. Кому-то нравится держать 750-килограммовую кабину у себя в саду. Для кого-то она служит украшением в ресторане, а кто-то превратил ее в душевую кабинку. Стоит отметить, что это не дешевое удовольствие, так как отремонтированная красная телефонная будка К6 стоит 2800 долларов. К слову, классическую телефонную будку признали лучшей британской дизайнерской разработкой всех времен. Электронная свалка. Ни для кого не секрет, что во всех развитых странах используется много электроники. И чем дальше шагает технический прогресс, тем больше страдают страны третьего мира от электронного мусора. Наиболее загрязненной электроникой страной является Гана. Наибольшей свалкой в Западной Африке электроники является свалка Акбок Блоше в Аккаре. Более 3000 человек добывают здесь металл из электронного мусора и продают его, что является для них единственным заработком. Все собранные на свалке платы и провода обжигаются, чтобы можно было извлечь медь и другие ценные металлы. Помимо этого существует целый рынок деталей, которые находятся в рабочем состоянии. Огромное количество мусора привело к загрязнению почвы и рек. На улицах запросто можно встретить множество проводов, кабелей, плат и прочего электронного мусора. Процесс добычи ценных металлов весьма токсичен. Люди, которые этим занимаются, не имеют никаких средств защиты, что подвергает их опасности. В результате токсины оказывают ощутимый ущерб здоровью. По статистике, около 88% рабочих страдают респираторными, неврологическими или пищеварительными заболеваниями. Кожные заболевания встречаются практически у каждого жителя города. Это действительно печально, но пока есть нехватка металлов и высокие заработки заинтересованных сторон, никаких закрытий заводов не произойдет, несмотря на законы. В среднем с одного компьютера удается получить от полутора до двух долларов прибыли. Такая прибыль не позволяет создавать такие заводы в более развитых странах, так как это не покроет налоги, заработные платы и прочие сдержки. Ну а в комменты напишите, какую еще тематику вы хотели бы увидеть на нашем канале, которой может быть пока что нет. Ну и если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое пушечное видео уже завтра. Спасибо за просмотр!